На минувшей неделе российский автомобильный рынок вновь разучивал китайский. Great Wall наконец-то официально объявил, что будет продавать у нас рамные внедорожники Тэнк. У дилеров появились липецкие электрички Эволют, а опустевший завод Ниссана в Санкт-Петербурге может начать сборку автомобилей Фау. Тем временем АвтоВАЗ как мозаику продолжает восстанавливать своё производство. В комплектацию обеих НИФ вернулся кондиционер. А недостаток фургонов и минивэнов на рынке попытается скомпенсировать нижегородская фирма Промтех. КАМАЗ же получил заказ «Газпрома» на шикарной вахтовке 62-50 и разворачивает выпуск импортозамещённых тягачей 54-901. Правда, на поверку в них тоже получилось немало китайского. Под конец недели российское представительство «Хавейл Мотор Рус» собрало журналистов, чтобы сообщить, в общем, давно ожидаемую новость. Грейт Уолл выведет на наш рынок свою молодую марку «Тэнк», которая специализируется на рамных внедорожниках. Официальная презентация бренда состоится в ноябре, а фактические продажи — в первой половине 2023 года. Младший «Тэнк 300» — это среднеразмерный внедорожник, который построен на модернизированной платформе «Хавейла H9». Двухлитровый бензиновый турбомотор, который сочетается с восьмиступенчатым автоматом, в России дефорсирует до 200 сил ровно. Старший «Тэнк 500» — это почти пятиметровая машина с явной заявкой на премиум, обильно украшенная хромом снаружи. А внутри — разнофактурная кожа, деревянные вставки и алюминиевый декор. Единственный двигатель — трёхлитровый наддувный бензиновый V6. Ассистирует ему девятиступенчатая автоматическая коробка и 48-вольтовый стартер-генератор. Электрическую составляющую для России урежут, а мощность двигателя должна вписаться в 300 сил. Скорее всего, по пути в Россию автомобили слегка изменят ещё и внешность. И совершенно точно будут импортными. О локализации на тульском заводе речи пока нет. Это лишь план на перспективу. На рынке появились живые экземпляры электрических седанов Эволют Айпро Липецкой сборки. Машинами уже торгуют московские дилеры, а всего сеть продавцов будет состоять из девяти салонов по всей стране. Цена — неполные 3 миллиона. С учётом господдержки седан Айпро обойдётся в 2 миллиона с небольшим. Комплектация одна — с системой стабилизации, задним парктроником и 17-дюймовыми колёсами. От китайского исходника машина отличается европейскими зарядными разъёмами Type 2 и CCS 2, а в комплекте идёт кабель, рассчитанный на мощность 7 киловатт. Полной зарядки 53-киловаттной батареи должно хватить на 420 километров. Но это по устаревшему циклу NEDC, так что реальный пробег окажется примерно на треть меньше. Подробнее о машине телеканал Автоплюс совсем скоро расскажет в программе своими глазами. Кстати, сейчас липецкий завод Мотор Инвеста выполняет лишь финальную сборку почти готовых автомобилей из Китая. Но план по локализации валютов включает в том числе и переход на российские батареи. И в этой сфере лёд, кажется, тронулся. Первый в России завод по производству литиево-ионных тяговых батарей заложен в Неманском районе Калининградской области. Проект курирует «Росатом». Мы традиционно являемся лидерами в атомных технологиях и по созданию объектов в Российской Федерации, и за рубежом. Нам нет равных, что тут говорить, ни по объёмам, ни по качеству наших работ. А вот в целом ряде новых технологий мы делаем первые шаги. Поначалу на завод наймут 900 сотрудников. Плюс ещё 600 будут заняты на смежных производствах. Это 4 гигаватт-часа в год электроэнергии, гигаваттная фабрика. И это обеспечение электродвижением порядка 50 тысяч автомобилей. Это много и немного. Много по сравнению с тем, что у нас есть сейчас, когда нет ничего. Но немного по сравнению с тем рынком электротранспорта, который мы хотели бы видеть во второй половине 20-х годов, 30-х. Первая очередь обойдётся «Росатому» в 26 миллиардов рублей. А в случае строительства второй и третьей очереди завод сможет выпускать батареи на 14 гигаватт-час в год. Непосредственный оператор проекта, компания РНР, которая входит в топливный дивизион «Росатома ТВЛ», уже ставит свои батареи, например, на новейшую «Газель ИНН». И 90% продукции своего нового завода адресует автопроизводителям. И лишь небольшая доля придётся на стационарные накопители. Базовые потребители используют как раз НМС. И все те фабрики, которые строятся в большей части, они как раз рассчитаны в мире на НМС. Потому что те параметры, которые даёт батарея с использованием этой технологии, они с точки зрения плотности энергии лучше, чем по ячейкам с другой химией. А что такое плотность энергии? Это запас хода. Чем у нас больше энергии на борту, тем дальше машина проедет. А это основной показатель для электромобиля. Первую продукцию завод даст через два года, а на плановую мощность выйдет в 2025-м. Батареи будут состоять из ячеек типа НМС. То есть литий, никель, марганец, кобальтовые. Но при необходимости завод сможет быстро перейти на другую химию. Например, LFP. Литий – железофосфатные. По мировым меркам, 4-х или даже 14-гигаваттный неманский завод будет небольшим. Например, Honda и LG недавно объявили о плане построить в США завод батарей ежегодной мощностью 40 гигаватт-час. В строительство вложат 4,5 миллиарда долларов, а продукцию он выдаст в 2025-м году. Такую же мощность выдаст фольксвагеновский завод в Зальцгиттере – крупнейший из восьми заложенных немецким концерном. А в целом на собственное производство батарей фольксваген потратит аж 20 миллиардов евро. Российские власти думают, чем занять завод Ниссан после ухода японской компании. Как вариант, площадка может быть передана КамАЗу, который для сохранения ее работоспособности привлечет китайскую компанию ФАУ. Газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники сообщает, что стороны уже начали переговоры. Впрочем, никакого другого подтверждения этой информации нет. Имущество Ниссана, а это автомобильный завод, научно-исследовательский центр, а также центр продажи и маркетинга, за символический 1 евро будут проданы Федеральному институту НАМИ. Однако в течение шести лет Ниссан может выкупить свои активы обратно. Что же до концерна ФАУ, то это самый настоящий автогигант. Он выпускает автомобили под собственным брендом, а также делает люксовые модели под маркой Хунци. Это своеобразный аналог нашего Ауруса. Между тем, корейская газета «Тон Аиль» пишет, что концерн Хёнде вот-вот примет решение, сохранять ли производство в России. По информации издания, почетный председатель группы Хёнде Чон Мунгу старается, цитируем, продержать активы как можно дольше. Но один из рассматриваемых сценариев – это продажа петербургских заводов. Как утверждает газета, в августе и сентябре российское отделение Хёнде Мотор не продало ни одного автомобиля, однако продолжает выплачивать зарплаты, налоги и оплачивать различные счета. Покрывать это приходится кредитами, хотя санкции затрудняют денежные переводы между головным офисом Хёнде и российскими дочками. Нынешняя ситуация может привести компанию к банкротству. При этом, как отмечает телеграм-канал «Русский автомобиль», конвейер, с которого прежде сходили Хёнде и Киа, уже начали консервировать. Кроме того, с Ниву вывезли около полутора тысяч непрошедших финальную приёмку автомобилей. Работники завода, которым с марта ежемесячно продлевают режим простоя, ждут 27 октября. Считается, что в этот день боссы раскроют перспективы. АвтоВАЗ рассказал, сколько будут стоить Нивы, которые снова оснащаются кондиционером. Итак, за классическую Ниву Ледженд просят 860 тысяч рублей. Такая машина предложит подогрев передних сидений, электропривод наружных зеркал, задние подголовники и 16-дюймовые легкосплавные колёса. Для справки, самая обычная версия классического внедорожника обойдётся на 51 тысячу дешевле. Правда, из оборудования покупатель такой машины получит только электрические стеклоподъёмники. У Нивы Тревел набор из кондиционера, подогрева передних сидений, центрального подлокотника и задних подголовников набирает 63 тысячи. Комплектация называется «Комфорт», а стоит 1 миллион 100 тысяч рублей. Нижегородская компания «Промтех», что занимается выпуском специальных версий «Лады», представила новые модели из собственного семейства Куб. Это лёгкий фургон на базе Гранты и внедорожный минивэн на агрегатах Нивы. Что касается коммерческой Гранты, то автомобиль получил удлинённую колёсную базу, обзавёлся задней рессорной подвеской, а за двухместной кабиной появилась грузовая надстройка из стальных труб и композитных панелей. Первый экземпляр грузовичка оснащён восьмиклапанником ВАЗ-11182, который «Промтех» намерен форсировать до 116 лошадиных сил. Стандартных 90 сил коммерческой техники мало, и в Нижнем Новгороде рассматривают варианты нарастить отдачу. «Мы работаем над тем, чтобы увеличить мощность двигателя до 116 лошадиных сил, потому что автомобиль физически имеет грузоподъёмность. В одном исполнении 600 килограмм, в другом исполнении 900 килограмм. Нужен более мощный двигатель». «Промтех» сейчас подыскивает партнёра, который поможет нарастить отдачу атмосферного агрегата. В списке кандидатов — тольяттинские, московские и нижегородские компании. Второй новинкой «Промтеха» стал трёхрядный минивэн повышенной проходимости, для создания которого исходную «Нивы Ледженд» пришлось удлинить на целый метр. «Первый автомобиль сделали мы, это он был «Лармс Куб». Естественно, кому-то нужен автомобиль с полным приводом. Это нормально в нашей стране. Был создан автомобиль. Чуть не сказал придуман, хотя бы придуман, потом создан. «Нива Куб». Под капотом установлен мотор ВАЗ-21214, форсированный до 106 сил. Кроме того, «Промтех» раздумывает над установкой турбины. Но всё это будет потом. А пока машины приехали на Дмитровский полигон для испытаний и сертификации. Если одобрение типа удастся получить оперативно, то продажи автомобилей начнутся уже в ноябре. «Грант о самом простом исполнении — это «Промтоварный фургон». Сегодня стоит 1,6 млн. «Нива» будет чуть подороже. Где-то на 100 тысяч дороже». Кстати, полная масса представленных автомобилей не превышает 2,5 тонн. Что позволит им въезжать внутрь Третьего транспортного кольца Москвы. В набережных Челнах кипит работа. Так можно озаглавить отчёт, опубликованный по ОК «АМАЗ». По итогам трёх кварталов грузовой автогигант выпустил больше 32 тысяч грузовиков, что почти на полторы тысячи больше прошлогоднего результата. Причина этого — в резкой переориентации производства на выпуск полноприводных автомобилей. Нетрудно догадаться, что основная масса челнинских вездеходов сейчас делается по государственному заказу. Как отмечают заводчане, производство именно полноприводной техники отличается повышенной трудоёмкостью, поэтому отдельные цеха даже пришлось перевести на 12-часовую рабочую смену. Впрочем, «КАМАЗ» сейчас делает не только классические вездеходы, но и дорожные грузовики свежих поколений. В сентябре завод сумел собрать 150 тягачей поколения К5 и 84 машины серии К4 — «КАМАЗ» 5490. Всего несколько месяцев назад руководство автогиганта говорило, что из-за санкций выпуск четвёртой генерации придётся навсегда остановить, а производство серии К5 поставить на длительную паузу. Однако, найдя альтернативных поставщиков деталей и освоив механизмы параллельного импорта, завод сумел сохранить почти полную гамму моделей. Правда, в конструкции машин стало откровенно много китайских деталей вроде тормозной системы и фильтра-осушителя. В итоге уже есть реальные примеры, когда клиент, оценив актуальное наполнение тягачей 54901, отказывался от покупки и отправлялся к представителям поднебесных марок. Но, учитывая, что чистокровных европейцев сейчас не купить, «КАМАЗовские дилеры» чувствуют себя королями положения. А потому буквально требуют от претендентов на дефицитную модель 5490 заодно приобрести среднетоннажный «КАМАЗ Компас» — так сказать, в довесок. И ещё. В прежние годы «КАМАЗ» весьма активно создавал совместные предприятия со многими лидерами мирового автопрома. Силами СП делались дизельные двигатели «КАММИНС», коробки передач «ЦТФ», тормозные системы «Кнор Бремза» и многое другое. Сейчас западные фирмы массово вышли из этих партнёрств. Однако российская компания продолжает выпускать продукцию иностранных компаний, но уже под своим брендом. Об этом прямо говорят переоформленные сертификационные документы. Вот наглядный пример. Рядный шестицилиндровый турбодизель «КАММИНС» АСБ 6.7 в одобрении типа теперь именуется «КАМАЗом 667». Причём двигатель по-прежнему оснащается блоком управления «КАММИНС», форсунками «БОШ» и турбокомпрессором «Холсет». Девятиступенчатая механическая коробка передач вместо «ЦТФ-9С» стала называться «ЦТФ-КАМА» — и так по всем позициям бывших СП. так что привычные перевозчикам моторы и трансмиссии из ассортимента никуда не делись. Процесс перехода совместных предприятий под «КАМАЗовское крыло» правильнее всего назвать национализацией. Притом официальный «КАМАЗ» подтверждает — предприятия продолжают работу уже без участия западных компаньонов. В сентябре «КАМАЗ» похвастался вахтовым автобусом 62-50. Созданная по заказу «Газпрома» — это необычная для России вахтовка отличается монокузовом, где стальной каркас обшит композитными панелями. В основе лежит шасси полноприводного грузовика, от которого новинки достались 290-сильный двигатель и классический шестидиапазонный автомат. Правда, для повышения плавности хода инженеры серьёзно перекроили подвеску. Машина «Газпрома» понравилась. И с 2023 по 2025 годы челнинский гигант отгрузит газовому монополисту 500 таких автобусов, включая 80 экземпляров, оборудованных под передвижную мастерскую. В масштабах отрасли это действительно крупный заказ. Притом заказчик заранее проговорил, что большая часть тиража будет иметь газовые моторы и северную комплектацию с двойным остеклением, дополнительными отопителями и так далее.